Последние новости московского ЦСКА. Всем привет! Вы на канале Басни Футбола. Здесь мы говорим про российский футбол и не только. Подпишись на канал, чтобы быть в курсе всех событий. А теперь к главным новостям. Армейцам предлагали сербского нападающего. Агент Дэна Йовелича подтвердил информацию, что сербский нападающий из Лос-Анджелес-Гелакси мог перейти в ЦСКА. Автотрансфер не случился из-за армейцев. Почему не получилось перейти в клуб из РФ? Он дорого сейчас стоит. В какой клуб? Предлагали в ЦСКА. Очень долго разговаривали с клубом, но там сказали, что это очень дорого, сказал агент футболиста. Если честно, то, как мне кажется, этот персонаж вряд ли бы усилил армейцев. Добавил вариативности? Да. Но точно бы не вывел нападение на новый уровень. Да и вообще, разве Чалов из-за болотны не справляется? Пишите в комментарии. Фукс не хочет возвращаться в ЦСКА. Олимпийский чемпион и защитник, который принадлежит московскому ЦСКА, недавно дал интервью бразильской прессе, в котором был достаточно откровенен. Игрок заявил, что уезжал из Москвы с желанием больше не возвращаться обратно. С тех пор, как я перебрался в Атлетика, я хочу остаться здесь. Я знал, что это будет годовая аренда, но я приходил с желанием остаться тут надолго. Я, если честно, не знаю, ведутся ли переговоры между ЦСКА и Атлетика. На данный момент меня это не волнует. Сейчас я должен использовать все возможности, чтобы остаться тут на следующий год и сделать шаг вперед. Если верить прессе, то у Атлетика есть необязательное право выкупа 24-летнего футболиста за 5 миллионов евро. За эту сумму они выкупают 50% экономических прав, то есть в случае перепродажи половина суммы достанется армейцам. Что думаете по этому поводу? Звездный бразилец не приедет. Недавно журналист Иван Карпов сообщал, что армейцы ведут переговоры с топ-защитником из Бразилии. И, как оказалось, они получили отказ. По информации источника, армейцы хотели заполучить Гильермо Арана из Атлетика Минейро. Агент игрока подтвердил информацию, что переход не состоится. У ЦСКА был интерес к Аране, но Атлетика не захотел отпускать игрока и начинать переговоры. Есть вероятность, что защитник перейдет в ЦСКА в этом году? Думаю, что нету, сказал агент Гарсия. Левый защитник Атлетика вернулся на родину после неудачного европейского турне и уже три года выступает в местном чемпионате. Его оценивают в 10 миллионов евро. Когда бразильцы покупали его у Севильи за 2,5. Насколько я понимаю, армейцы могли задействовать трансфер Фукса в этом вопросе. Но бразильцы наотрез отказались обсуждать его продажу. Что думаете по этому поводу? Пишите в комментариях. Бистрович может остаться в РПЛ, но не в ЦСКА. По информации инсайдера Эвен Вана Карпова, Московский ЦСКА может отдать Кристиана Бистровича на правах аренды в клуб РПЛ. Есть два претендента на футболиста. Нижний Новгород и Калининградская Балтика интересуются футболистам, чтобы взять игрока в аренду с правом выкупа. Армейцы тоже думают и размышляют. Агент игрока сообщил, что никто в тренерском штабе не гарантирует Кристиану место в стартовом составе. Якобы он упорно работает и хочет получить шанс. Агент читает, что история в ЦСКА еще не окончена. Но тут есть много вопросов. Как я понимаю, игрок не особо вписывается в желание Федотова. Но если никого больше не купят, не поможет ли он для ротации армейцам? Как считаете? Обязательно пишите свое мнение в комментарии. Не забывайте подписаться на канал, если не подписаны, и поставить лайк. Спасибо за просмотр. Всем пока.